Телеканал КРТ представляет У нас в будущем что? Что? А вы хорошие политологи, что ли? Собрание Рады нашей, все такие, ну там Розунков что-то обещают, бельнюк читает эту новость. Все ведущие, которые работают неделю через неделю на телевидении, они где-то еще подрабатывают. Он брал из памперса, выжимал, накладывал и вот. Вопрос почему, да, для знатоков, давайте решать. Эдуард. Минута пошла. Минута. Белые машины не нагреваются на солнце. Вот, логика. Там же еще один кандидат появился. Давай, кто? Ты что вообще? Я хочу. Я? Здесь кто кандидат? Голосуйте за Глезу и Панч. Викторию Панч. Да. Доброе субботнее утро, в эфире ваша любимая кандидата, три кандидата передача. Но у нас сегодня не четыре гостя, а пять. А все почему? А потому что к нам пришла пара классных утренних ведущих с телеканала Ньюс Ван, Эдуард Глеза и Виктория Панченко. Ура! Я расскажу, как все происходит. Просто Эд умеет готовить, он каждое утро приносит тирамису. И мы перед эфиром закидываемся тирамису, и всем хорошо. Вы слушайте. Это в четыре утра? Это неправда. Да. Он от бусонницы, наверное, да, просто? Не, секрет очень простой. Не ложится. Мы бухаем. А вот оно что-то. Кофеечек. На самом деле все действительно просто. Подготовился, лег спать. В шесть вечера где-то? Проснулся. Нет. В семь? В двенадцать. Зачастую. Это в лучшем состоянии. Да, расскажите. Вы сначала неделю работаете, а неделю спите. Да. Да, кстати, да, в автовый методом. Как удалось вообще? Как это мне было? Ты же мне когда написал? Еще где-то в понедельник. Нам четверг надо на съемку. Вот оно. На три дня. И все, и шикарно мы себя хорошо чувствуем. Бодрые, здоровые, веселые, улыбчивые. Это как вот, помните, Дракула? То спит, то не спит, то выходит. Ну пусть это за себя отвечает, потому что я работаю каждую неделю, а Эк сидит на шее просто. А так же. Мы что-то не знаем. Да, конечно. У меня все ведущие, которые работают неделю через неделю на телевидении, они где-то еще подрабатывают. Кроме Эда. Они постепенно снижаются друг другу. Это просто большая зарплата. Да, Эд работает по выходным иногда еще, да. Какие корпоративы, свадьбы? Карантин. Все, это отвалилось, эта работа. А я не дам. Отвали, нарушаю. Ты по зуму ведешь. То есть вот кто гуляет в велюрных вечеринках, да? Нет. Это был не я. Все скромнее какой-нибудь, там, шатер с надписью. Довелю. Не, я тебе скажу, за время карантина самое максимальное, масштабное мероприятие, это 130 человек было. Серьезно? Да, да. Онлайн. Нет. Это было оффлайн, и мы реально нарушали карантин. И в масочках? Конечно. Наша камера снимает. Антисептик везде был? По-любому. Она стала каждого. Время, как на ливень. Вот такой антисептик. Выпил, проделинфицировал, выпил. Слушайте, мы знаем, что у вас есть традиция приходить с подарком. Есть такое. Поэтому мы пришли без подарка. Мы пришли без подарка. С козырей зашли. Да, мы подошли к этому очень креативно. Электросамокат, наверное, да? Что ты там? Блин, мы думали об этом, но просто сейчас электросамокат уже не актуален. Да расскажи, ты на прошлой неделе его рекламировал. Расскажи нам, что это не актуально. Нет, но мы же на будущее смотрим, а что у нас в будущем будет? Это было в прошлом. Вот смотри, во-первых, у вас программа называется «Три кандидата», и как Вига говорит, у нас в будущем что? Что? А вы хорошие политологи. Анализ ваша самая сильная. То есть у нас нет будущего. Вот, и мы подготовились, мы решили, что такого подарка у вас точно не было, мне так кажется. Ворванная дрот. После лифчика, который принес Артем Никифоров, я думаю, что вряд ли это было все. Я понял, мы в той же. Это круче. Да, это круче. Итак, давай буквально одну версию Леша. Одну версию Саши. Это пакет с пакетами. Молодец, нет. Леша, это... Что-то тяжелое. Напоминаю, есть у нас что-то в будущем. Выборы. Паек. Нет. Гречка. О, кстати. Да, гречка. Собственно, Александра выигрывает это. Чувствуется, кто технолог в команде, правда? Да. Александре будет гречка. Отлично. Какие есть варианты еще? Кирилл. Ядри. Дарница. Шпроты. Ядрыца. Ядрыца. Ну, нет, в Ригу пока это закрыто. Но близко. Шпроты, шпроты. Очень близко. Смотри. Гречка. У вас же хорошая компания. Вам надо после эфира чем-то себя занимать. Поэтому, ну... А почему после? А что, во время эфира? Во время, конечно, вот у нас же чашечки есть. Все думают, что там вода. Нет. Ну, вот так, чтобы без рекламы было. Вот. Это командная работа. Вы будете поедать. Штормить. Да. Хорошо. Хоть и на курточках сидеть. Это тоже могло быть и так. Мы можем и так. Потом у нас есть вот такая. О-о-о-о. О-о-о-о. Вот такая. Опа. Ну, и, конечно, ну, Кирилл, это все-таки не тушенка, но есть у нас вот так. Ребятки, мне кажется, что нам надо сказать уже музей. Кулинарное шоу. Крутал шоу, да. Крути барабан. Да. Политичная кухня, почему нет? Это супер. Ребятки. Это просто супер. Молодцы. А после этого мы должны будем сказать «Голосуйте за Глезу» и «Панченко». Викторию Панченко. Викторию Панченко. Да. Выборочный список. Ну, мы можем, если что, объединиться под одной фамилией. Партию Глитиной. Да. Иногда нам так и пишут. Глеза, 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 Глеза. Думаю, одежда, чья. А может, может, попросту попросту пишут Виктория? Вот, честно, скажи, вот. С Глезой? С Глезой нет. Она похожая, но. Ты один, а вот Панченко-то не одна. Шоу ведет «Я утренний у нас». Говорят, что вы сестры, братья. Да, посмотрите на нас. Нет. Братья. Честно, вот очень часто задают вопрос, сестры ли мы с Дианой Панченко. Ну, по-моему, ответ очевиден. Конечно. Посмотрите на Диану, посмотрите на меня. Посмотрите на его. Ответ вы узнаете в следующей передаче. Это Диана похожа на маму, а ты на Панченко. А я на Панченко. Это нормально. Ну, как бы, тут очевидно. Мы так потихонечко просто заграбастываем все. Ну, а не патизм на канале. Ну, как без этого? Если у нас есть и Олег Лешко и Виктор Лешко, то почему может быть Виктория Панченко и Диана Панченко? Он же еще мне сказал «не позорь фамилию». Вот-вот. Община. Тебе вот Диана не говорит «не позорь фамилию»? Нет? Или ты ей, допустим, с утра? Да мы как-то не пересекаемся. Да, даже. У нас тоже недели не совпадают. Да. Понятно. Не совпадают. Так, тут хорошую тему поднимал про это. Про это. Про это. Про это. Да, это про это. Так вот. Британские пабы самые суровые. Потому что в городе, как же он даже называется, Корноули, вот, в пабе, натянули. Если что, Эд прочитает, если что, умеет. Перед барной стойкой проволоку под напряжением для соблюдения социальной дистанции. Боже мой. Владельцы паба «The Star Inn», для того, чтобы бороться с посетителями, которые не соблюдают дистанцию, решили натянуть вот-вот видно. Тетиво. Мне кажется, это очень креативный подход. Вот если Тищенко так сделал в велюре, может быть, образумились бы. Знаете, вчера были рядышком возле велюра. Рядышком. Рядышком. Ключевое слово. То есть не нарушали. Людей много. Вообще не нарушали. Но я вам скажу, во время карантина господин Тищенко тоже всех натянул. Подождите, он сказал, что у него штаб там. Так по-любому. То есть они в штабе. Штаб штаба. Кстати, можно это им передать в штаб. Штаб. Нет, ну зачем. У них своего хватает. Да, у них своего хватает. Пусть они готовят все к волне карантина. Это нам. Представляете, что в осенью будет твориться, сколько будет гречка. За сколько вы ее толкнете. Так это вообще-то... Нет, так подожди. А они что-то повесили табличку, дали или что там еще? Натянули провод под напряжением. Жертвы есть уже? Жертвы есть? Нет. Жертв нет, новость не актуальна. Как это? Следующая. Следующая новость. Нет, подожди, подожди. А ты же помнишь, у Тищенко была вообще крутая тема. Он, скажем так, нанял господина Лешко. Тот же же там начал застраивать то, не то, что там что-то натянул. Тот сделал эту стену, построил. Радикал Лешко нанял. Надо уточнять. Стену, стену. Олега Лешко. И он ему там все застроил. И мне кажется, это лучше, чем... То есть если есть стена и цинюха, то должна выйти стена Лешко. Нет, это было просто начало, фундамент летней площадки. На тот момент летней площадки еще не было. А вот видите, какой... А фундамент надо было заложить как-то? Ну, работать же надо как-то... Видите, они работают в кооперации. Не было денег, вот помогли коллеги. Да, фундамент принесли. Сборал и всем свитом, я лишь покажу. Субботничек, да. Самые уникальные, уникальные санитарные врачи, даже не Лешко, это в Туркменистане. Потому что в Туркменистане официально нет зараженных COVID-19. Но власти требуют от жителей носить маски из-за высокой концентрации, знаете чего? Пыли. А нормальная, кстати, аргументация. Вот. У нас коронавируса нет, но пыль есть. Пыль есть. Носите маски. А у нас наоборот, пыли нет, зато коронавирус. Все по-честному. Мы же чисто плотная нация, у нас какая у нас пыль вообще? Подход очень креативный. Откуда? Нет, у нас экологически чистые города. У нас экологически чистая пыль даже. Надо, кстати, проверить, сколько к нам приехало в последнее время из Туркменистана, может они нам пыли навезли? Кстати. Тесты надо сделать. Да. А у вас пыль есть? На границе. Без виз пыли. Не пыльные туристы такие, да. Не пыльные туристы. Пыль есть? Нет, спасибо, у меня все с собой. В Одессе баночки с воздухом, одесский воздух. А тут будет с пылью. Нет, недавно мама заезжала, пыли больше нет, все. Да. Поэтому смотри, когда в следующий раз вы нас пригласите, если пригласите, то мы уже придем к баночкам и с пылью. С пылью, да. Как вариант. После, по-моему, помаранчевой революции продавали на Майдане такие банки, это было написано «Повитря с Майдану», а вот это можно там пыль с Пылью с Туркменистану. Ну а чего нет, слушай. И тоже... Хороший стартап, можно подняться. Не, ну в принципе, если анализировать все высказывания нашей власти, которые говорят о том, что карантин мы вводили как психологический эффект, ну в принципе можно сделать тоже вывод, что у нас тоже коронавируса и нет. Да, такие идеи, такие не пыльненькие, нормально. Да, ну вообще. А что мы об этой пыли допылили? Они там, пидживлются от сию. Чем-чем? Пыльючкой. Идейками. Пенсионерка из Кубы создала для себя защитный костюм от коронавируса. Покажите этот костюм, хочу увидеть. Сейчас покажем. Почти как ваш пакет, между прочим. Кстати, да. Можно еще и подеть на голову. Это надо обязательно оставить, потому что можно... А там уже чья-то голова и так... Кирилл, это мы тебе нарисованы. А, ну супер. Это осторожно. В принципе, если так посмотреть, то мне кажется, ну процентов 5-10 в нашей Украине уже так ходят. А что ты тут Балашова рекламируешь? Можно узнать вообще, как это происходит? Как это прокралось в нашу программу? Что это такое? Ну давай, 10-15. 10-15. То есть вы уже и налоги поднимаете. 7-8, да. Мы следуем, как наша власть, уже тенденциям. Не, ну в принципе, очень креативно. Удобно. Особенно удобно, если еще разрисовать. Экологично. Выражение, что ты не сахарный, не растаешь, тут, конечно, тут вопрос. На Кубе. Да, если намочится, тут, конечно, такое, скажем так, подмочило мою хату. Репутация. Репутация. От Куба к штатам. Племянница Трампа. Ох, тебя поносила жизнь, я смотрю. Помотала. Моя любимая тема. Про блондинку, да? Нет, не совсем. Про бронетку? Племянница Трампа, цвет волос не указан. Поставила под сомнение его психическое здоровье. Одним из факторов, сформировавших мировоззрение Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца, считает его племянница. И далее она добавила, что у Трампа имеется все девять клинических признаков самовлюбленности. И что с этим делать? Все девять клинических. Идти на второй срок, конечно. И там, смотрите, она даже написала книжечку, вот такую вот с лицом Трампа. Туманец. Ничего себе. А это Трамп? Он ничего так был, да? Молоденький. В молодости. Челочка такая еще. Симпатичная. Живенькая. Слишком много и никогда достаточно. То, челка ему еще поддается. Вот так называется. Слишком много и никогда недостаточно. Слушай, ну а давай проведем монологию. А кто у нас с украинских политиков? У кого есть там племянницы или племянники? Которые к тому же могли провести анализ о девяти клинических признаках? Я знаю только представителей на нашем канале, но мы не будем это все ждать. А у нас, я так понимаю, она врач или кто? Что она так прям... Она его племянница. Она наблюдала за него. А это достаточно? Это как бы... Эдуард. Достаточно. Она почитала Фрейда ОБЦ. И она решила, о, так это ж... Потом почитала книги Трампа. Это соответствует? Это соответствует? Это нормально. Похоже? Похоже? Не, может она заполнила, ребята. Подождите. Может она прошла какой-то тест в соцсетях? Секундочку. И считаешь, надо на Фейсбуке сделать обязательно тест. Да. Сколько признаков у тебя несоответствия. Все, я думаю, что подсунула Трампа, говорит, дядя, пройди тест, я уже прошла. Он ей быстренько ответил. Она говорит, слушай, у тебя все признаки-то несоответствуют. Как старые вот эти вот были журналы, газеты, когда ты... А Трамп прошел, ты говоришь, и финалка, он так, ты клевая подруга. Если баллы подсчитаешь, ну... Ну сейчас это не актуально. Сейчас все же сканирует лицо, и все. Не, а Трамп, ну там же Трамм модно, он Твиттером только пользуется. Она, наверное, ему отправила вот... Твитнула. Да. Крали, кстати, про Твиттер. Ты знаешь новость? Мы с Викой ехали сюда, обсуждали тоже. Взломали. Взломали Твиттер. Вот. Трампа, Байгана... Дверь открыли? Кого-то. В офис? Я не знаю. Ну, кстати, Викулька, где ты там... Да, хакнули. Видишь, Кирилл, не дает он тебе сказать ничего. Я надеюсь, украинские хакеры хоть хакнули. Да, вот вопрос, конечно. Неизвестно. Да, конечно, украинские. Симпионат партии Украины. Чирука нога Кремля. А куда ты мне отправил? ОСЛЭДИЦ украинцы. Что ты это начинаешь? Нет, там вообще шикарное такое... Сейчас куда ни плюнь, простите, везде украинцы. Да. Ну, правда. Они ничего плевать. Тут расплевались они. Держите себя, сдерживайте. Я не могу. Непорядок вообще. Ладно, вернемся к Украине. Подожди. Дай, я иду сказать. Хакеры взломали твиттер Илона Маска, Билла Гейтса и более 50 аккаунтов представителей крипто-сообщества. В них же также и господин Трамп, Байден, ну и так дальше. Поэтому люди сейчас что-то будет твориться с биткоинами. Подождите, стоп, стоп, стоп. Это прям на сенсацию тянет. Вы в курсе, что у нас не только, получается, можно выгизить, но еще и на крипто-сообщество? Я надеюсь, это хотя бы не тот, сломали твит Маска, где он, скажем так, назвал украинского конструктора Королева одним из самых лучших. Я думаю, что это исключительно, конечно, Королев. Я знаю. А помните в прошлом году? Это вирус Петя. Вирус Петя. Подождите, они не прошлый год. Он раньше был. Да, позапрошлый. Нет, он постоянно. Апдейтнутая версия. Нет, вирус Петя это же лет 6. Петя 2 года. Это лет 6. Ну, просто скучно господину Петру стало. Он там сидит у себя. А то все пленки, пленки, вирусы запускай. Нет, просто представляю, в Твиттере очень скоро мы увидим сообщение, знаешь, там пишет, например, Трамп. Байден, скинь тысячу долларов, потом все объясню. На карту привата обязательно. Да, на карту привата. Ну, а на какую еще можно? Надо разобраться, кто кому будет скидывать. Я что-то так думаю, что там они могут не поделить эти тысячи. Да. Байден говорит, наоборот, мне нужны деньги на компанию, на выборы. Так Трамп же вручил каждому американцу. Думаю, Байден по возрасту тоже получил тысячу. По возрасту. Тысячу, тысячу. В своем случае Трамповского тысяча. Да, тысячу даже двести. Даже потратил уже. Да. На свою же компанию. А он же в возрасте риска, да? Да. Коронавирусного? Ну, они все там в возрасте риска, кроме Пэрис Хилтона. 76. Ну, у нас там все было. Пора задуматься. Выживет только Пэрис. Кстати, про это. Блондинка только за блондинку. Да, да, я поддерживаю. Там же еще один кандидат появился. Давай, кто? Ну, Кенни Вест? Да. Так он уже вчера сказал, что он уже все. Как так можно за одну неделю все испортить? Потому что Пэрис пришла. Слушай, а как он песни пишет, так же и на выборы идет. Я думаю, что он просто, когда выдвигался, он не посоветовался с Ким Кардашьян. Она хотела идти. А потом он ей сказал, я хочу президента. Она говорит, ты что вообще? Я хочу. Я. И здесь кто кандидат на семье? И после этого он выходит и говорит, попа как у Кима. Нет, нет, это Тищенко. Нет, ну это же плагиат он уже сделал. Да. А тут же оригинал. Да, тут оригинал. Так он не просто передумал, он еще и распустил штаб, в котором было 180 человек. Боже, какой кошмар. Да. Ну не тот, который в штаб в Филюре, а там какой-то у них свой штаб. Особый штаб-штаб. Америка теряет просто рабочие места на глазах. Вот он кризис. Реальный кандидат. Ну, Кенни Вест. А что делать? Что теперь делать Трампу? Слушай, это целый корпоратив можно было еду провести. Ты что, столько человек. Кстати, еще тут про Трампа новость хорошая. Как стало известно, Трамп хотел продать известный свой остров в Карибском море. Не хватает денег-таки на компанию. А нет, не свой остров, а американский остров. Ну, почти. Хотя, да, если президенту свой. Пообщался с нашими политиками. Пуэр-Та-Рига хотел продать, куда мы делегировали ценного кадра Яреська. Да, она же там руководит финансовыми секторами. Так я этому и хотел продать. Она уже устроила дефолт им. А поэтому Трамп думает, ну, надо же продать этот актив куда-то уже, потому что он токсичный становится. Это все было в 17-м году. После того, как Пуэр-Та-Рика сильно пострадала от урагана Мария. И Трамп решил, так надо избавляться от непрофильных активов. Продадим Пуэр-Та-Рика, купим Гренландию. Подожди, но ураган же не назвали именем Яреська, значит, все нормально еще. Ну да, ураган Мария, а так был бы ураган Наталья. Наташа. Еще впереди. Я не понимаю, вот у нас, как говорится, что, пробленно или что? Ну вот смотри, едет Зеленский у нас в Францию, говорит, Нотр-Дам. Приехал Яреська, да. Продали Острова. А вас не смущает, между прочим, что ураган мужского рода, а имена всегда женские? Что за вообще? Что происходит такое? Почему? Что-то сексиное. Виктория, давай возбудимся. Потому что женщины сильнее. Ты уверен? Ураган Виктория тоже был когда-то. Да, ураган Виктория, кстати, был. Ураган Александра. Мы такие. А вот ураган Эдуард не было. Да, и слава богу. А если бы был еще Алексей Скириллов, то там вообще. Смерч какой-то. Хватит. Смерч. Смерч. Смерч Кириллов. Смерч Кириллов. Смерч Кириллов. Смерч Кириллов. Кстати, можно Кирилл Смерч фамилия. Кирилл Смерч. Ох, это Алексей из-за предательной. Мы придумали тебе новую. Кличку. Новый псевдоним. Клидамку. В следующий раз будет не Кирилл Молчанов, а Кирилл Смерч. Нет, просто есть же другой Молчанов. Понимаешь, что вас часто путают, это интересно. А Кирилла Смерч нету. Кто у нас? Да, мы вот здесь сейчас позовем на передачу и постоянно будем путаться. Ну, между двумя Молчановами. Вот. Между двумя Молчановами. Попробуй разбери. Кирилл и Юрий. Между прочим, проголосовала недавно за уважительные причины для неявки нардепов на заседании. Мне интересно, что это за уважительные причины. Мама не отпустила. Дай причин. Штаб в Велюре. Опять же. Не, а там, знаешь, приходит на следующее заседание, Розумков говорит, что не было. Он говорит, ну, забыл, говорю. А голову ты не забыл, вот так, как в школе было. Не, не, не так, чуть-чуть не пришел. Говорит, бабушка делала консервацию, я не смог. Вот тоже нормально. Пара-пара-пам. А я в прудсе стоял. Ну, тут нет такого отпуска. На метро трепа езды. Тут есть другие уважительные причины. Просто так открылый. Подожди, а Безугла, она же на велосипеде катается, да? Вот. Вот у него уважительная причина скажет, а Кличконы сделала нам велосипедные дорожки. Кстати, кстати, ты угадал, тут есть одна из причин, это документально подтвержденные транспортные препятствия. Вот. А то есть, если кто-то тебе из злоумышленников открутил седло, и ехать было неудобно. А ты можешь на работу не ходить. А потом ходить с грустным лицом по эфирам. А вообще фраза, документально подтвержденные транспортные препятствия. Селфи. Просто селфи. Зачем? Зачем заборачиваться? Просто показу шпикеру. Тут все есть, кстати, ну... Вы что, еще не видели? Я уже за пост. А вы не лайкнули? Дубинский и Тищенко вообще приходить не будут. Они же постоянно вот это. Нет, просто я тут уже вижу эти крупные схемы, как он и откручивает себе эти гайки в машине. Потом еще что-то. Ребята, на самом деле, я думаю, что зачем селфи? Просто эфир. У вас же включек достаточно. Почему вы не пришли на работу? Я был, да. Я был вот в эфире телеканала. Вы меня что, не видели? Ну да. Как раз вот, да. Как вариант. Вики, садись, как правило, комментарии. Ну, а зачем другие причины еще? Какие? Что там еще? Отпуск в связи с бракосочетанием. Это вложительно, да. Да. Сейчас у нас все поголовно будут жениться. Вы знаете, только отпуск, только в связи с бракосочетанием. Мне вот это нравится. Временная нетрудоспособность. По-моему, она постоянно вылетает. Так это все вместе. Это после бракосочетания. Следующий день. Нет, она постоянная. Много. Следующий день ты тоже можешь не выходить. У меня просто бракосочетание, а потом я как бы не трудоспособный. Нет, тут еще есть... И укажу в отпуск. Еще есть выполнение. И в это время народным депутатам поручений Верховной Рады. Или комитета. Это называется «Сгоняйте в соседний ларек». Купи букет. Да, или там занеси бумажку. Приси кофейку. О, кофейку. Порошенко говорит, что «Сгоняй в буфет за конфетами». А у нас, кстати, наш спонсор «Эль Кофейно». Вот видите, как мы профессионально подвели рекламу. Загоняй за кофе. Мы еще не в Раде, Эдуард. Вот когда будем сидеть в Раде, понимает, так вот. Вот когда ваши парки приведут нас в теплые. Такие же хорошее. Когда мы будем друг друга направлять и говорить, а что, он пошел по поручению Рады. Вот придете вы к нам утром и попросите, а можно нам кофеечку? Принесем мы вам кофеечку. А интересно, сейчас в Раде есть какой-то дедовщины? Конечно. Смотри, Петр Алексеевич, во-первых. И все остальные. Разуговщина называется. Это прекрасно. Встал, отжался, проголосовал. Нет, ну смотрите, вот те, которые были, допустим, в европейской солидарности, они же были властью. А тут теперь новая власть. У них там постоянно это происходит. Вот видно же, как они... А молодые не дали? Не могут принять это мнение. Да. Они не так сидят. Порошенко и до сих пор думают, что он власть. Так он думает, что он президент, мне кажется. И у него неплохо получается, кстати. Об этом думать. Да. И действовать тоже. Думают, что это все так. Временно. Это все. Временно. Временно. Кому все-таки нужно сказать, что он уже президент. Там еще есть больничные. Что это не репетиция. Да. Они скучные. В Кабмине предложили платить по 850 гривен избитым и изнасилованным украинцам. Пострадавшие от насильственных преступлений украинцы смогут получать компенсацию из госбюджета. А потом эту сумму будут удерживать от преступника. Вот это, кстати, знаете, вся инициатива. Или мораль. Нет, сначала ты заполучаешь. Алексей, это инициатива твоего любимого министра Малюськи. У нас нет ни одной передачи, где мы его не вспомним. Ребята, если депутат не пришел на работу по причине того, что его изнасиловали. Он изнасиловал. А он еще деньги получил. Он еще деньги получил, компенсацию. Нет, ты понимаешь, во время карантина. Вот раньше бросил тебя в мусорник, а ты теперь еще денежку получишь. Да, то есть это не иллюстрация, это дополнительный заработок. Ну, там ему как повезет. Правильно? Я говорю, это уже не иллюстрация. Физически или морально тоже считается. Потому что если морально, то это сразу претензии к Эдуарду, потому что он задает очень сложные вопросы всем кандидатам. И можно тогда сразу направлять, вот, получить компенсацию каждый день? Нет, я думаю, что надо было сначала получить справку о моральном изнасиловании. Должна быть еще какая-то обязательно комиссия, которая установит побои. А ты же помнишь, мы с тобой еще обсуждали вот этот законопроект по поводу, как там, жалю, то болю, что там у них было. Это же было как бы предисловие, такая прелюдия у них к этому всему. Зарабатывают на все. И просто и моллюска тоже подумал, что так же можно получить. Не официально, не пробачивай, не жалю, не болю, все. Ну, тоже. А ты же понимаешь, что... Здесь деньги получил. Вообще министр самый такой, коммерческий. Примерциализированный. Избили, изнасиловали. Просто во время карантина у нас есть ограничения, там, до 47 тысяч. Они вот сидят и думают, на чем же заработать. Как бы заработать, правильно? Включаются же мозги. Вот, вот если меня Дубинский сейчас там... Так они сейчас договариваются, сейчас пойдут эти договорники. Тут еще интересный другой вопрос. А кто-то вспомнит, а вот 20 лет назад, что-то было? Нет, это в Штатах такое. Лучше до 20 лет, чтобы все-таки срок был. Ну, ладно, 15 лет назад. Так это же было. Изнасилование. Много смотришь «Американский хроник». Это все тут не работает. Потом большая кампания, шумиха, возвращение в политику, камеры, конечно. Это все какие-то высокие материи. Вот у нас все просто. Под Херсоном грабитель уснул возле сарая, который только что ограбил. Как тебе... Это называется «не отходя от кассы». Он просто рано встал и пришел на эфир. Вот так вот. То есть в селе Посад-Покровское. На Херсонщине мужчина ограбил сарай, но далеко решил не... И перекимарит. Где его и застукали. А что он-то оттуда с сарая взял? Как его застукали? Подушечку, стук сена. А тут, кстати, не написали. Почему-то нет этого. Себя, у вас были случаи, когда вы в эфире уснули, нет? Мы нет, а гость – да. Нет, серьезно. Серьезно, гость уснул. Да. А как вы его будили? Ну, как обычно, погладил по ножке. Нет, на самом деле, мы общались с депутатом. Это изнасилование. Тогда такого закона еще не было. Еще можно было так пошалиться. Мы просто общаемся с депутатом, у нас было какое-то включение. И там один вопрос, Вика, второй вопрос. Что-то мы разогнались. Да, нам было интересно. А нам в это время в ухе говорят, что посмотрите на гостя. Мы как бы так обращаем взгляд, и гость там такой... Мы не скажем, кто это был. Вообще не скажем. А можно молился? Да, Кирилл? Я вас рассмешу насчет конфузов всевозможных. У меня, не секрет, есть собачка, и моя собачка периодически появляется по скайп-включениям. Она бывает запрыгивает, и уши торчат как раз собачкины в камере. И вот один случай. У меня эфир выходного дня, и скайп, и собака залезла на руки и уснула. А так как это французский бульдог, особенность породы, они храпят. Ребята, я понимаю, что в эфире просто идет храп. Я же ничего... Я вещаю, а она прям так, ну как мужчина, как мужчина. Я ей уже как-то так и носик пытаюсь закрыть. И ты же не сбросишь, потому что на эфир же все. Но это было так смешно. Думаю, как раз буду думать, что у меня там мужчина в ногах храпит, понимаешь? А пусть додумывают. Пусть завидуют. Из конфуза вышли легко, она проснулась, показала уши в кадре. Все поняли, что это собачка. Вот так у нас растет маленькая теледива. Вот, теледива есть и у Кирилла, Лютик. У меня кот. Да, он тоже как-то... Теледив. Теледив. Я помню, это зимой было, да, и как-то холодно было. В смысле? Лёжа такой, серьез? Серьезно. А я вижу, вы общаетесь. Чувствуется крепкая мужская дружба, да? То есть вот... И он прыгнул на Кирилл? Да, был он? Нет, он, Лютик, очень аккуратно сзади так ходил по дивану, да? Он хотел, чтобы... Он хотел славы, а Кирилл не давал, не разрешал. Я уже пишу в личку, говорю, Кирилл, да, возьмите уже кота в кадр. Но он так рвется. Я говорю, у нас все группы переживают, что вы игнорите его. Пишите, возьмите его. Там же есть какая-то, трое в лодке и собака, а у тебя будет трое лодки, ну, ты трое, три в эфире и котик. Приходить сюда надо с домашним питомцами. А давайте сделаем такой выпуск, каждый придет со своим питомцем. Алексей, у вас кто? У меня студенты, скажи. Студенты? Приводи студентов. Дети, бабушки, дедушки и домашние животные, котики, собачки, они повышают рейсинг. Поэтому приходите. Поэтому я работаю с Адом. Меня можно записать просто в группу к бабушкам и дедушкам. Нет, я к тебе к животу записываю. Котик, это мой котик. Так что там этот дядька? Его разбудили, и что дальше? И все, он пошел спать дальше. Под белые ручинки, да, и ввели. Посад Покровский. Посад Покровский, все. А ты заметил, в каком это городе еще произошло? Посад. А с Посадом до сего? Сон. Ну, вот, вот. Ну, если повеселее. Может, он не высыпался и поехал в Посад Покровский, потому что вы с пацаном. Вот тебе развязка. Здесь более интересные города. В Австралии, в Мельбурне полиция накрыла вечеринку. Вечериночка. Знаете, как ее отследили? Ну, в карантин же. Ну, ставки все-то начали. По большому заказу в Ки-Ф-Си. Ага. Опа. Отследили и оштрафовали 16-16 человек за нарушение карантина. Вот. 26 тысяч долларов штраф, кстати. Превысили количество крылышек на квадратный сантиметр. В чем проблема? Какая-то скрытая, скрытый шпион в Ки-Ф-Си такой. Какой-то такой заказ. Да, странный. А все почему? А селфи были я и мои цыпочки. А все потому, что удивились заказу. Потому что двое людей заказали в Ки-Ф-Си 20 порций. Ага. А если люди просто голодные? Они решили предупредить полицию. То есть там уже открытое какое-то пошло стукачество. То есть когда Вика заказывает 12, никому это не интересует. Ребята, а как вам эти австралийские вечеринки двое людей? Это же уже, мне кажется, большое столпотворение. Мне кажется, что это просто массовый захид. Надо закрывать. То есть, понимаешь, для того, чтобы наших оштрафовать в Одессе, все наши спецслужбы сидят, говорят, когда они в Ки-Ф-Си что-то заказывают? О, так вставайте. Международный опыт на заказе нет. Ну, да. А в Германии Робин Гуд отобрал оружие у полицейских. И отдал его бедным. Почему Робин Гуд, кстати? Потому что мужчина, вооруженный луком. В смысле луком-цебулей? Ну, я не исключаю, что и так это может быть. Арбалет ему не дали. Отобрал оружие у четверых полицейских и скрылся в лесу. И полицейские такие, так это кто? Робин Гуд. А почему не Викельмтель? А вот мне просто интересно, почему не Викельмтель? Ну, ведь это же обидно просто. А потому что произошла как бы экспансия английской культуры. Вот оно что. В Викельмтеле тоже все в прошлом. Робин Гуд. А его пошли потом в Шервуд искать, или нет? В Англию, которая вышла из ЕС. Тут, кстати, в Англию... Да, кстати, как его искать, если все без визы. А куда? В лес убежал тебе куда-то? В лес. Прикольно. Ты знаешь, позабирал, позабирал, потом в лес. В Англии там другое, другие проблемы. Сейчас там бедный Гарри с Меганом не судятся. У них свои там плюшки. А что судятся-то? Их же лишили всех титулов. Ну, они же сами лишили себя всех титулов. А потом поняли, что надо... Они хоть не друг с другом, они просто против всех? Они против всех, да. Потому что, да, потому что бедная несчастная Мега, она очень сильно переживала, когда таблоиды писали что-то про нее плохое. Вот, и Гарри ее защищает. Пусть и что наших политиков тут каждый день пишут. И не такое, не качество. Тут и в прямом эфире. И оружие у нас забирает не Робин Гуда обычное. Пока она была голливудской звездой, они только хорошие писали. Плохое они писали, а тут прям начали. А тут уже, да, ну тут все-таки. Тяжело, тяжело. Не, ну мне вообще понравилось, если вернуться к этой новости, то есть полиция вот сразу же определила, вот представьте, какой протокол они писали. Робин Гуд? Кто? Робин Гуд. Робин Гуд. Все, какие вопросы. Дата рождения, 1893 год. До нашего, до нашей. А тут, ну прикинь, я вообще представляю эту ситуацию, позабирал, позабирал, потом говорили, догоняй. И убежал в лес такой. Я так понимаю, что он был, наверное, тоже в этой треуголочке, в трикоп. Да, в трикое, в таком... В Костелёново. В Костелёново, конечно. В Костелёново сидит. С луком. Они поняли, что будет безопаснее, дешевле, все-таки его не догонять, пускай он забегает. Да, просто пусть себе в лесу сидит с оружием. Да. А прикинь, потом на следующий день и моллюск такой сидит, потом с новой фоточкой такой. С луком. С луком. Золотым, вы с оружием. Они просто готовятся к легализации оружия уже в Украине, да? И лук. Малюсик – это информационное оружие массового поражения. Вот его можно выпускать. Это точно. Так мы его уже выпустили. В этот лес, кстати. В этот лес, кстати. Можно даже в Киеване. Кто был у Милованов, который... Не, ну просто согласитесь, что история как-то не закончена. Ну, будет продолжение. То есть Робин Гуд убежал с оружием в лес и... А там просто на другой стороне уже ждали его барыги. Вот вам новая поставка. Здесь все. Так, понимаешь, что его назвать Робин Гудом, он должен был то, что украл. Отдать бедное. Нет, я не говорю, что недосказанность. Вот ничего, кому он отдал это? Депутатам. Фабула. Они же бедные. Не, ну мы ждем, какие сейчас вооруженные конфликты начнутся. Вот, собственно, туда эти подружки хотела сказать. То есть приистория в барварах там тоже имеют начало где-то шократа? Ребята с Винницы нашли из себя Робин Гуда, который... А вот так через лес в Винницу. И вообще... Помните, была же какая-то ставка у Гитлера в Винницкой области? Да. В Винницкой области. Есть, есть. А то понятное дело, ну... Ну, то есть интересно, со стороны Германии, получается, был. Она очень, кстати, как-то очень интересно называется Вейхмарт, как-то так. Сейчас мы и найдем. Подождите. Я просто была там. Абакалика ищет. Да, есть интересная новость из Беларуси. Футболистки. Батька Лукашенко. То есть футболистки, то есть это женский футбол, в Беларуси начали подозревать, что играющий с ними темнокожий легионер из Африки на самом деле мужчина. Ой-ой-ой. А в том плане. Вирвольф называется. О, Вирвольф. Ставка Гитлера, да, Вирвольф. Я думал, что знаешь, мы тебя подозреваем, что ты москаль. Похуже. Белорусские футболистки обратились с открытым письмом главе Федерации футбола, чтобы как-то проверили, является ли Салемата Симпоре мужчиной или женщиной. А были короткие шорти на нем? Это в Минском клубе «Динамо БГУФК». Ну, наверное, может, она стесняется, а не ходит с ними в душ. Кстати. Может, просто стесняется, а не ходит в душ. Стесняется и не ходит. Просто не ходит, да. Они позвали на КФС. Да. А нет, не пришли. У Симоны паспорт гражданки Буркина-Фасо. Главное, паспорт видели, а все, что остальное, нужно было увидеть. Медицинское разрешение к участию в соревнованиях. Но это все не удовлетворило Белоруссию. А вот этот вот удовлетворил. Нет, подожди, так и что они хотели? Экспертизу? И как это я? Генетический анализ. Вот, чтобы... Чтобы понять, наконец-то. Да. Девочка, это им или мальчик? Ему надо осторожно, или ей, вернее, быть осторожным, потому что там может быть шарик где-то тоже, как у Зеленского, вот эту вот всю историю. Что кто знает анализы? Ну, это история, конечно. Кстати, да, анализы, это же наша тема. Там, Зеленский, пара-центр. Просто понасматривались вот это у соседей и начинают тоже. Нет, а мне кажется, просто это попытка сбить успешную футболистку. Ну, кстати, может быть. Просто, а я знаешь, сейчас представлю, такое, короче, собрание Рады нашей, все такие, ну, там, Розунков что-то обещает, вещает. Бельнюк читает эту новость. Ой-ой-ой. Заволновался. Да. Ой-ой-ой. Пойду я обратно в спорт, а то вдруг это подозрит. Да. Вот, для Виктории хорошая новость. Так какая родина? 20-летний студент из Греции. Мне уже начинает, нравится. 48 дней ехал домой на велосипеде из-за локдауна. А что, Виктория? Откуда ехал? Он ехал, ну, студент из Греции. Но. Ехал домой. Откуда? Как куда? Житомир. Нет, дальше. Вот почему для Виктории понятно. Точнее, он ехал в обратную сторону. Он учился в шотландском колледже. А-а-а. Вот. За три с половиной тысячи километров от Греции. Я правда не знаю, как он на велосипеде по морю. В Кильте он ехал. А мне просто интересно, Кирилл, а логика почему для меня? А, логика для тебя. Это он улыбается. Ты любишь велосипеды. Кто тебе такое сказал? И салакаты. Электрос. Она любит велосипедистов, а не велосипедов. Представь. Я люблю Бен, если что. Можно новость про это? 48 дней на велосипеде. Боже, какой кошелок. Вот это фото сделано на первых метрах его, на начало поездки. Последний день. И матч красивый. Ну вот, значит, для тебя. Спасибо. Я не могу предать Эдуарду. За день он проезжал до 120 километров. А куда ему? Сколько? За день он проезжал до 120 километров. Ты слышишь, что люди делают ради революции? За это время он объехал Англию, Голландию, Германию, Австрию и Италию. Нет, просто он хотел попутешествовать. Вот так давайте это и называть. Или хотел не возвращаться обратно в Шотландию. В Шотландию. Это сколько он? 48 дней ехал? Да. Украину так раз. С обучениями. С обучениями. Нет, с книжками. С онлайн. С онлайн-обучениями. Представляешь, если бы Дубинский тут 48 дней катался, записывал свои ролики на велосипеде, что-то творилось бы. Нет, подожди, на велосипеде это тема Зеленского. Ну давайте не забирать хлеб просто у президента. И электросамокат это кто у нас катался? Гончарук. Видим, как он плохо кончен. Отъехал, батарейка села. Представьте, человек ехал на велосипеде, дистанционно учился, я так понимаю, включался, там не знаю, зум. Я сегодня в Австрии. Лузеры. Лузеры. А я в Австрии. Тану вас. 120 километров, потому что в масочке обязательно. Да, конечно. То есть, а без маски сколько? С кислородом. Ну, с баллоном. С баллоном, да. НАСА выпустит туалетную воду с ароматом космоса. Круто. Господи, я просто поражаюсь. Главное, чтобы не в космос баллоны с ароматом земли. Марсианам. Я думаю, что они толкать тоже это начнут. Я думаю, к тем же ребятам. Я думаю, что первый барыга будет из Украины. Надо к тем же ребятам, которые будут пыль в баночках тоже продавать. А интересно, подождите, а что это за аромат космоса? Ну вот мы узнаем, мы же не были там. Ну что это может быть? Все-таки Леня возвращает. Детка ты космос. Черновецкий. Кстати, да, можно заявить авторские права. И такой обрызгался, и такой все улетают. Вот эти вот фоточки, как малюшка. Сразу поднимаешься на пятый этаж Киеврада. Ну и все. Я думаю, что это шикарный. Аромат запашок. Нет, смотрите, это и легализация. Аромат космоса. Подожди, давайте туда добавим. Ну зачем? Должно быть все равно тогда аромат ракеты, аромат поезда, аромат метро. Конечно. Но это у нас уже есть. Ну так в баночках. А в баночках? Аромат космоса номер один, она еще написана. Ну мы можем с тобой, знаешь, аромат прямого эфира. Ты что-то сегодня употреблял? Тирамису, тирамису, что-то подслушу. Я чувствовала, что там не какао. Я чувствовала это. Не, ну идея, конечно. Это была космическая тирамису. Интересно. У нас есть новость дальше про робота. Массовый танец робота в Boston Dynamics во время матча попал на видео. Есть видео, я сейчас могу. Давай, иди. А ну-ка, давай-ка. Это в Японии, вместо просим. Ну мы бы по звуку осознали это. Хорошо, что Кирилл не предложил повторить танец. Ну, в принципе, вы желтенький, вы могли бы слиться в толпе. Нет, почему нет, да. Я тогда буду белым вот этот, который ручкой просто машет. Развлекаловка, да? Оп. Как проходят японские корпоративы? Весело? Задорно? Да. Повесил экранчик. Отрыв на реальный. Да. И вот эти крутятся вот так. Шикарно. Мне кажется, японцы умеют развлекаться. Ну вот танцы со звездами, но скоро новый сезон будет стартовать. Это танцы с роботами? Тебя приглашали? Да я же не такая. Это Диану могут пригласить. Я по утрам же работаю. А там танцы по утрам? Танцы по утрам? Я не настолько популярна. Они же по вечерам в основном. Так надо в две смены танцевать. А там и в политику можно. До обеда идут. Сразу же. Она же сказала, она не такая. Я не такая, да. Про японцев еще хорошая новость есть. Еще? Правильно? Еще. Вот это они мочат, конечно. Визжики в глубине души. С такой рекомендацией призвали на аттракционах призвали не кричать японцев на американских горках. Потому что в сегодняшний день они визжат очень-очень-очень громко. А почему нет японских горок? Ребята, почему нет японских горок? Кстати, это все опять-таки же в Японии. Потому что все схемы ушли на робот. Но вы же знаете, что в Америке эти горки называются русские горки? Да, да. Они вот перекладывают ответственность. А если бы сказали, что русско-японские горки? Это все уже страшно звучит. Это война. Не, ну мне просто даже интересно. Хорошо сказали, визжить в душе. Как? Жестами. Я просто слышал. Человек такой. Эдик, жестами можно кричать. А, жестами? Конечно. Кто тебе запрещает? Они могут тогда получить немножко другие эффекты, мне кажется, на сиденье. Если в душе. А если там она еще такую петлю сделает, то это сам epic fail будет. Так как мы недавно, на прошлой неделе сидим, тоже был у нас прямой эфир. И включается Степана со своим брифингом. Ну и Степана что-то рассказывает. Сегодня мы не знали себя про то-то-то-то. И тут же рядом мальчик стоит, который все переводит на сурда. Я говорю, вы понимаете, вообще на самом деле, кто его понимает, жесты, он говорит не то, что Степанов сейчас вещает. Ребята, отпустите меня, пожалуйста, я хочу домой, верните мне паспорт. Я уже не могу вместе с этим дядем. Ну, это если разобраться. Поэтому я думаю, те, которые катаются на горках, они тоже, в принципе, будут только о определенной аудитории говорить какие-то свои желания. Если вас удерживают, моргните два раза. Да, да, да. А, кстати, кто-то катался на американских горках? На русских тоже. На русских? Укрзалезните? Кожан дым. То есть эти горки. Кирилл вообще на суперрусских. Да, Кирилл? Еще пять, Кирилл. Наши дороги такие массажные, что достаточно. Проезжает от Дуна. Слушайте, так они за это берут какие деньги? Я предлагаю... А у нас бесплатно. Нет, я предлагаю у нас тоже брать деньги. Бесплатно? Ты давно на машине кататься. Платно? Ты так проехал, потом будешь ремонтировать. Кусочек от трассы до Херсона. Это же там не то, что американские, японские, русские. Там просто, я не знаю, какие-то космические горки могут быть. Украинские горки. Да, украинские горки. Мне просто нравится вот этот бизнес-план. Вот эти ямы, и через каждые полметра шиномонтаж. А после этого ты обращаешься в суд и говоришь, там, короче, депутаты приняли вот этот законоправие про то, что меня изнасиловали. Нет, зачем нам горки, если у нас и горки? Украинские горки. И так плавно мы подошли к горному бизнесу. Но эта тема у нас сегодня не заявлена. Какой кошмар. Что за дикторок молчат? Мы как один наш всеми известный эксперт в области Державного управления от земли. Сейчас переведем тему на игорный бизнес. Собственно. Игорный бизнес – это хорошо, но британский биолог поджарил и съел грибы, которые выросли на страницах его книги. И это видео мы вам сейчас покажем. Кулинарная минута. Как он тебя проигнорил? Вот. Это его книга. Напоминает какой-то мешок. С... Мне просто интересно, сколько он наберет лайков в ТикТоке, там, в своих этих всех Твиттерах. А интересно, он сейчас жив? Какие он сны видел, интересно. Так он веселенький. Что в живом, то он и писал. Ну, интересная штукенция. Вот так он урожаи выращивает. На своей книге. Да, да. Ну, нельзя же на улицу выходить с коронавирусом. А вот так представьте, кто-то захочет повторить, покупает его книжку. Дело не выращивает. Но этот конкретный пример показывает, что никто книжки не читает. Не читает. Не знаю, что с ними делать. А выращивают грибы. Под стол вместо сломанной ножки можно поставить. Под стол, под диван. Ну, это не согласен. Ну, почему нет? Это часть интерьера, потом решаешь вопрос, не плачешь большие деньги. Грибы можно выращивать. Можно кинуть в соседа. Удобно. Ну, это функциональный предмет. Это просто потому, что книжки никогда не исчезнут. Алексей, это про укрозалезнитель. Так вот, буквально в прошлом году была новость, что в вагоне укрозалезнитель прямо у нижней полки выросли грибы. А, была такая тема, да. Так это ж это чувак. В вагоне поезд из Запорожья Гердянск. Споры рассыпал просто. Это он ехал просто. Вез и рассыпал споры. Со своей книжкой. Да. Они тоже зарабатывают, ну, просто им не хватает на выплату. Зарплат на глядовые рады. Вот. И они зарабатывают на чем они только могут. На грибах. На грибах, да. Это ж ему надо, кстати, одеколон с этим, с космическим запахом. На самом деле, ребята, это просто включено питание в проезд. Типа. Вы хотите сегодня грибы или грибы? А у вас ассортимент прям огонь. Укрзали, знаете, мы пилку. С думкой про вас. Так, что там еще ем у нас? У нас, ну, подбираемся к твоему любимому курорту. Бердянск. Ну, почти не доезжаю. В Кирилловке. Кириллов. Отдыхающие. Кириллов. Кириллов. Ты имеешь в виду грибы или сотрудники? Да-да-да. Не отпускают. Там-то грибы не растут. Так, что в Кирилловке? Нашли необычное применение медузам. И? В этом году отдыхающие около берега Азовского моря отметили засилие медуз. Как будто их в прошлом году не было. Да, но в этом году особо. Карантин же, да. Урожай, урожай. У тебя есть видео, сейчас мы просто вам покажем, что с ними делают. Едят, что ли? Натираются. О, боже мой. О, боже. И что это дает? На этот вопрос у британских ученых нет ответа. Нет, мне кажется, что это просто перебои с водой, они подняются. Ты что? Не, а что это дает? Ну, мне тоже это интересно. Глазка, сеньку без кожи. Ожоги? Нет, мне кажется, что выскользнуть из рук правоохранительной системы, значит, к тебе пришли. Ладно грязью, там, в Бердянске рядышком же, грязь есть, можно намазаться. Да ее в виде хватает грязи-то. Ну да, на самом деле. Не важно, она целебная или нет, просто грязью. Пылью скоро будем, вот так, воздухом. Но главное после этого, правильно, космический, не води колоннам. Знаете, что такие есть в музее Медуз? Да. Можно вот сходить, выловиться. Слишком дорого будет, они там маленькие, дорогие, вход 200 гривен или 250 гривен. Девушка, что вы делаете? А, я прошу. И крем закончился. Ну да, новинки, новинки решила. Да, у меня крем, крем закончился, сейчас я расскажу, сразу включаем инстаграм, рассказываем, набираем лайки. Не, ну так, ну они же, в принципе, они же жалят, то есть они могут, ну, быть ядовитыми. Или они жалят только в воде? Ну там есть определенный вид, который жалит, а есть определенный вид, который не жалит. Мы надеемся, что это, конечно, который... Я со своей стороны... А есть ядер, который на суп идет? Жарят. Суп из жалит. Жарят. Жарят. Кирилл, тебе надо в Кирилловку. Мне кажется, опробовать все эти типы. Мне надо в Колумбию, потому что в Колумбии... Ну там уже что-то интересное. Пес работает курьером и разносит продукты из магазинов и получает чаевые из-за этого в виде еды и ласки. Я же говорю, что Кирилл мало платит, ребят, что ж такое. Что про еду да про еду. Да, собственно, в магазине говорят, что наш пес знает имена пяти или шести наших покупателей. Я отправляю им продукты и чек в корзинке. А они платят карточкой. То есть чек в корзинке, а они платят карточкой. Хорошо. Ну как-то там оплачивают. А броши в бидончик, как мама сказала. В общем, вот таких постоянных клиентов пёс обелечивает. То есть это эксплуатация животных, за это сомн. Мне кажется, нужно... Лучше детей брали. Правильно? Нет, так если ребенка поймает полицию, это претензии будут. А пёс... А пёс еще и укусит и убежит. Просто шел мимо. Может там еще и кокаинчик какой-то там тоже... Это же Колумбия. Кстати, как вариант. А что с пёса потом возьмешь? Действительно. А вот Кирилл так же, да? Пса можно взять, а с пёса нет. Пёса, да. Но это надо задуматься, кстати. Задуматься, что у нас тоже такое? Гринпису. Гринпис. Стартап уже родился в голове. Вообще котика будет эксплуатировать своего. Гло разносят, или каких там... Гло, гло, гло. Гло, ракеты, да. Ракеты, да. Ну, нормально. Но у нас пока животными такого у нас нет. Я еще не видел. Чего? Что вот этот огромный ранец прикрепляли на животное. Почему? А тебе когда доставка приходит, ты никогда не говорят, что ты принес, собака? Нет. Кирилл просто кото-доставку какую-то организует. Кото-доставка? Кото-доставка. Кото-доставка. Лютик будет первый. Господи, я уже переживаю за него. Так и назовем. Александр Иванович, Милку еще тоже заберут. Милку тоже заберут, да, служить. Нет, нельзя отдавать. В стране. На элитном итальянском озере Комо полиция обезвредила, слово взято в скобки, группу нудистов. Обезвредила. Они были вооружены? Ну так же. Самый ключевой вопрос. Они были в масках? Ребята, они, наверное, минировали пляж. Да. Нарушителям выписали штрафы по 3333 евро. Именно вот так, как троллинг какой-то. А группа не смогла оплатить, так как не было денег при себе. Да. Можно я карточкой? Как передает BBC в минувшее воскресенье, люди в голом виде вышли на берег озера, где принялись от души веселиться. Пусть поедут в ту же Кирилловку и посмотрим, что происходит там. А что значит от души веселиться? Это... Души веселиться. Судя по опытов столицев, они захотели вечеринку. По сайту фразы ЮА. Что значит от души или не от души? Ну, кстати, за 3033 евро можно в Кирилловке, я не знаю, на широкую ногу гулять неделю. От души веселиться. И еще медуз на берег. Не факт, не факт. Ну вот, полицейские штраф возьмут и будут веселиться. Кирилловку поедут. На медуз. Или в железный клуб. А ты же представляешь, они выписывают протокол, так что-то смотрят. Вы, кстати, злостно на меня настроены. Я вижу. Это же спа-процедура. Есть педикюр рыбками, массаж медузами. Это вообще прекрасно. Ну, великолепно. Что следующее? Давайте подумаем. Что у нас еще есть из морских обитателей? А, этот, как его? Морские коньки. Горбунки. Горбунки. Что они называются? Устрицы. Устрицы. Пометотерапия голубями. Главное не втирать. Я, конечно, недавно видел интервью Кличка, который рассказывал, как он... Говорят, на успех. На деньги. Урина лечил руку после травмы. А он лечил, да? Да, да, да. Такие лечил. Гордона он рассказывал, как он лечился после какого-то боя. Что за болячки такие? А урина чей? Вот я у меня... Дочки. Он брал из памперса, выжимал, накладывал и вот... И зажило как на собаке. Господи, простите. Тут еще другой вопрос. Чьей дочке? И что это за бой такой? Выключили журналистов, двигаемся дальше. Потому что мы можем долго прикапываться к этому вопросу. Журналисты-расследователи у нас же. Виталии, вообще, все очень сурово. Вот. Не пугайтесь. Виталии, автомобилистку. Оштрафовали. За езду со скоростью более 700 км в час. Боже. Да. А это на чем она? Она переплюнула Илона Маска? Не знаю. Она угнала болид? Она фалфон угнала? Сайт Аграньюз. Они что-то знают. В итальянском городе Афаня, провинции Анкона, неисправная дорожная камера выписала местной жительности штраф за превышение допустимой скорости в 10 раз. А, все, понятно. Я уже просто... Камера не сломала. Ну, в 10 раз это, между прочим, 850 евро. Все, все, все логично. Взломали твиттер Маска, там украли какие-то технологии, внедрили, и все. А бедная женщина должна будет заплатить штраф. А бедная женщина вообще бедная. Теперь, когда заплатят 810 евро, будет бедная. А я говорю, а вы не думали перейти в Формулу-1? Нет. Это нет. А догоните меня. Да, догоните меня. Догоните. Вот здесь точно догоняли. Догоняли. На берегу озера Кома. Сейчас, подождите, мы не можем, мы ждем Рубин Гуда. Да, в другой раз. Приходите в другой раз. На встречу. С Рубин Гудом. Ну, в Нидерландах тоже, кстати, есть свои приколы. Да, мы все знаем. Пенсионерка решила, ну, ей уже не надо было распродать некоторые свои вазочки. Вазочки? Позвала оценщика. Вот. И он ей сказал, что вот эта вазочка, вот эта вот, является древним китайским артефактом династии Цинь. И его оценили? Миллион долларов. 9 миллионов долларов. Оценили, понимаешь? Оценили. Ты даже недооценили. Ну, то есть, смотрите, вот такая вазочка, то есть, она была, я так посмотрю, ну, не очень-то функциональна. В дырочку, да? Так это для цветов. Для экибаны. Может и так. Слушайте, ну, это вообще прекрасно. Ты живешь всю жизнь, вот, вот, а потом вот раз, на склоне лет тебе 9 миллионов. И вдруг у тебя находится. Обалдеть. Надо свою вазочку пересмотреть. Нет, то есть, вас не удивило, когда в Украине держали старинный сундук Луи Виттуны, в нем хранили. А, да, была тема такая. Да, нормально. Нормально, а тут вазочка какая-то, господи, это от бабушки досталось. За 9 миллионов. А потом, прикинь, на следующий день такая, бабушка, я твою вазу разбил. И все. А все уже, все. А нет, у меня больше внука. А надо было ранее. С этого дня. С этого дня, да. А все уже. А бабушка такая, опять мой колян разбили. Ночную вазу. Ночную вазу. В Туркменистану опять вернемся. Ну, давайте. В Туркменистане все сурово. Туркменские автомобилисты массово перекрашивают свою технику в белый цвет. Вопрос почему, да? Для знатоков. Давайте решать. Эдуард. Минута пошла. Минута. Белая машина не нагревается на солнце. Вот, логика женская, правильно. Вот. Нет, все очень сложнее. Эдуард, подожди, у нас три человека в команде. Четыре версии. Алексей. Меньше налога. На белый цвет. Эд. Я с Лешей согласен. Мне кажется, это все в деньгах. При восстановлении намного дешевле потом, если машина, например, где-то стукнулась, чем краска. Просто оптом купить белую краску на всю страну. Да. Все потому, что ходят слухи о том, что власти намерены ограничить автомобили других цветов. Уже с 2018 года действует негласный запрет на вождение автомобилей всех цветов, кроме белого и светлых оттенков серебристого и бежевого. А все почему? А все потому, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердуми Хамедов, и не страшно, как я это выговорил, любят только светлые тона. Все. И все должны ездить. Вот и так. Он так выходит утром, знаете, с кофе на балкон. Сегодня я люблю белый, да? Так, только так все белые, все нормально. Ну, человек в гармонии живет. Ну, вот-вот-вот, да. Зато все должны ездить в белый. Ну, я так понимаю, что у нас вскоре все зелено. Нет, может, это проблема с развлечением цветов. Вы не думали? Может, он просто селенифицирован как белый? Белый нормально, а остальных цветов не подходит. Он просто не знает, серая, синяя, красная. Может, он верит в феншуй. Да. Там написано, машины должны быть только белые, тогда государство будет успешное. Что-то вы много читаете. Непорядок. Грибы растите, грибы выращивайте. Кстати, 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 про цвета. В Инстаграме появился стикер «Заглушить белых людей». После объединения в расизме платформа его удалила. А это, кстати, расизм белой машины. Мы, кстати, не подумали об этом. Кстати, да. Суперматизм. И, конечно, потом за это будет... Война машин сейчас будет. Конечно. Просто как все интересно в нашей мире. Все наоборот, надо в черный цвет переговорить. Эдуард решил быстренько проверить новый стикер. Он уже пишет это. Готовится на следующую неделю, на понедельник. Приветствия пишет. Да, конечно. Пошел проверить, как вот цвет у него машины. Я знаю, Белый. Белый? Белый. А ты можешь в Туркменистан поехать. Так он уже приехал. Я уже в теме. Он оттуда пригнал просто. Раньше гнали евробляхи, а теперь из Туркменистана. Да, это сейчас уже не модно, поэтому Туркменистан. Да. Кстати, еще если вернуться к подобным темам. Так вот. Британская академия кинематографического и телевизионного искусства БАФТа с 2021 года перестанет награждать игры без ЛГБТ персонажей и расового разнообразия. Вот. Да ты что? Вот вам и разноцветность. Сейф Белый. Так что... У кого-то Белый, а у кого-то разнообразие должно быть. Ну вот пусть цветут все цветы. Пусть соревнуются все школы. Вот вам и... Помешательство какое-то. И на этом симфоне Сорос, твой любимый Алексей, помешал подкинуть на дело Black Lives Matter в США каких-то 220 миллионов долларов. Дров. Дров. Как ты думаешь, за что можно за эту сумму вообще там помайданить как-то или... За 220 миллионов долларов? Ну как-то не очень серьезно. Не серьезно, да. Я согласна с Алексеем. Ну как-то мелковато. Но по американским масштабам это как-то... Мелковато просто. Мелковато, да. Да? Ты майдан не проведешь. Так что, давайте это, ну, в принципе... Давайте попросим зрителей написать нам в комментариях самые интересные новости. Не, а есть еще одна новость. Кстати, это наша украинская. Я думаю, что вы ее видели. Давай, и будем ей финалить. И будем финалить. Так, это про хакеров, то, что мы с Викой говорили. Нардепы от «Слуги народа» заказали коробки конфет в годовщине существования партии. На них изображен президент и цитаты из медийных материалов о политсиле. Они украли эту идею у Лукашенко. А я знаю, что он конфеты присылал Лайле Борисовне. Там было написано «президент». Ну, у нас... Да, Борисовна, это вам от меня. Не хватает на столе еще чего-то сладенького. Не доработали. Грязисемки. Я понял. Ладно. Будем тогда благодарить и за это, наших гостей, Эдуарда и Викторию. Вот и пойдем думать, каким избирателям мы все это можем предложить в преддверии наших выборов. Спасибо. Огромное вам за... Спасибо вам за то, что пригласили. Каждую субботу на вашем любимом канале КРТ, ваша любимая программа «Три кандидата». Смотрите, не переключайтесь, следите за выпусками, ждите новых гостей. Будет смешно. Субтитры подогнал «Симон»!